Микрорайон «Завидное» стал начальной точкой, куда прибыл глава региона. Здесь его уже ожидали представители местной власти, депутаты, местные жители. У всех множество вопросов. И один из самых главных – когда же, наконец, построят школу, которая так необходима микрорайону? Открытие планировалось на 1 сентября этого года, но, глядя на реальные темпы строительства, становится ясно – это невозможно. К ответу призвали застройщика в компанию «Мортон». Теперь ее руководитель Александр Ручьев дает обещание на другой срок. 1 декабря. 1 мая мы заканчиваем каркас, 1 июля заканчиваем коробку, 1 сентября заканчиваем благоустройство и в декабре месяц мы будем заводить. Шестилетняя Лера – самая юная участница разговора, просит и за себя, и за свою маму. Я хочу учиться в этой школе. Моя мама – учитель английского языка и немецкого. Она сейчас ждет. Открытие. А сколько вам лет, девочка? Мне шесть. На следующий год лет. На следующий год лет. На следующий год лет. Да. И мама не устраивается на работу. Дядя Саша будет очень стараться. А мы, дядя Саша, сейчас поедем в кабинет, подпишем дорожную карту. Андрей Воробьев выслушал и другие вопросы, а в частности, будет ли решаться транспортная проблема, которая актуальна в целом Винном, а в этом микрорайоне особенно, где предполагаемое количество населения никак не пропорционально числу автостоянок, плюс выезд в Москву и область исключительно через город. Глава региона ознакомился с проектом легкого трамвая, пути которого пройдут от станции Бутова до Видного. Начать строительство планируется в декабре 2015-го. Проект будет реализовываться компанией Мортон с привлечением других инвесторов. Еще один наболевший вопрос. Детская поликлиника. Попасть к врачу давно стала проблемой. Чтобы лучше понять ситуацию, Андрей Воробьев отправился туда. И сразу посыпались вопросы. Мама двоих детей, Ольга Шумова, пожаловалась. Две недели не могла записать малыша к лору. Я понимаю, что врачи, собственно, это не их проблема, да, если не проблема также высшего руководства. Проблема администрации, потому что... Проблема заключается в том, что здесь настроили много жилья, мы построили социальный подъезд. А ваша задача пока не болеть. На сегодняшний день в детской поликлинике Видного требуется 6 педиатров и 9 врачей-специалистов различных направлений. Губернатор предложил оплачивать съем жилья для врачей-специалистов, чтобы решить данную проблему как можно скорее. Также губернатор поинтересовался в аптечном пункте, хватает ли инсулина для страдающих диабетом и какой именно препарат предлагают здесь. Затем глава региона отправился в еще один микрорайон новостройку ЖК «Видная», жители которого давно бьют тревогу. Год назад были заселены первые дома, но территория неблагоустроенная. И еще множество проблем, которые застройщик МФК «Видная» решать не спешит. Наглядно вы можете увидеть качество дома. Мы лопнули, мы можем поделать пройдем, я могу показать, что в трещине по всему дому идет посадка на структуарных лифтах и вода, которая просто печатает. Сейчас в подвале. Да, в подвале. Можно наглядно это увидеть. Подвал из-за топлива. Сейчас у касается не до дела, которое не обратили внимание. График мы все выполняем. График, который составлен жительной администрацией, выполняется в данном моменте. Есть сейчас своемопонимание. Толчок произошел. Но вы не подведете нас в инерку? Вы это все исправите? Да. Далее губернатор провел совещание с районным депутатским корпусом, где местные парламентарии задали ему свои вопросы, после чего Андрей Воробьев сделал короткое резюме поездки в наш город. Уверен, что в дальнейшем мы сможем обеспечить и решить здесь максимальное количество проблем. И с транспортными, и со школой, и с поликлиникой, и с детскими садами. Город растет, район растет, большая застройка. Порядка 30 тысяч дополнительно в район приезжает новых жителей ежегодно. Поэтому нужно своевременно реагировать на те запросы, на те вызовы, которые ставят перед нами жизнь.